Продолжим наши лекции. Сегодня мы ускоримся и будем... На прошлой лекции я вам у доски вывел некое уравнение, основное уравнение прерывности. Дальше было сказано, что все остальные уровни будут выводиться аналогично. И сейчас мы посмотрим, как они выводятся. Сегодня лекция будет посвящена основным уравнениям гидродинамики или гидродинамики высокотемпературных средств с учетом химических реакций, магнитных полей и так далее. То есть, то, что нужно использовать уже в реальных задачах. До сих пор на втором курсе, на третьем, вы изучали идеальные среды, идеальные жидкости, например, вода, гидродинамика или на втором курсе сжимаемый газ с постоянным показателем одиабата и так далее. А сегодня мы будем рассматривать среды, которые являются более сложными и в которых возникает ионизация и так далее. Вот поэтому, значит, я напомню материал прошлой лекции. Значит, мы начинали с того, что рассматривается картина Эйлера, представление Эйлера. То есть, рассматривая система координат, в этой системе координат выделяется мысленно некоторый объем. Объем, он фиксирован. Объем мысленный, то есть, это не есть какие-то конкретные стенки. Вот через этот объем проходит жидкость. И, значит, если этот объем В ограничен некоторой поверхностью, если выделить некоторый элемент поверхности, который имеет лектор в нормале, то дальше можно использовать, написать, чему равняется масса этого объема. Масса этого объема есть плотность, проинтегрированная по объему. И это функция только времени. Ро есть функция координаты времени, а интеграл по объему дает функцию, которая зависит только от времени. Время здесь играет роль параметра. Поэтому параметр можно дифференцировать и найти производную ДМ по ДТ. Значит, это производная ДМ по ДТ, с точки зрения первого равенства, относится к математическому равенству. То есть, поскольку ро есть функция координаты времени, то здесь, чтобы продифференцировать, нужно взять частную производную под интегралом, и это будет первый член. Второе равенство – это физический смысл, то есть физическая задача. Проблема, которая связана с тем, что мы рассматриваем модель, внутри которой находится некоторая масса вещества. Эта масса вещества, она втекает и вытекает. Поэтому, если вектор нормали и элементарный вектор поверхности имеет величину, равную площади поверхности, умноженная на вектор нормали, если у – это скорость. Поэтому, если угол между нормалью и вектором скорости положительный, то вещество вытекает, то есть масса уменьшается. Поэтому здесь знак стоит минус. Если оба положительные, скалярное произведение положительное, то тогда масса уменьшается. А на втекающей части наоборот. У вас вектор нормали смотрит наружу, а вектор скорости направлен в сторону внутренней части. Поэтому скалярное произведение отрицательное, и эта правая часть будет положительная, то есть жидкость втекает. Таким образом, вот это вот уравнение, оно позволяет составить баланс массы. Из первой части уравнения здесь мы берем частную производную дыропа ДТ, а вот к этому уравнению, к поверхностному интегралу, мы применяем теорему Гаусса. И по теореме Гаусса поверхностный интеграл от вектора по поверхности равен дивергенции этой величины умноженной на объем. Поэтому и там и там появляется объем, поэтому уравнение может быть записано вот в таком вот виде. Дыропа ДТ плюс дивергенция Роу на ДВ равняется нулю. Дальше. Вот это равенство, оно выполняется для любого объема, и поскольку если объем произвольный, то это означает, что подинтегральная функция должна быть равна нулю. Вот поэтому получаем уравнение, это первое уравнение, уравнение непрерывности или неразрывности, которое описывает сплошную среду. И мы видим, что здесь нет зависимости ни от состава химического газа, ни от магнитных электрических полей, то есть уравнение, которое справедливо всегда. Это уравнение. Теперь первое уравнение было основано на балансе массы. Теперь мы можем записать, можем записать уравнение для баланса импульса. Баланс импульса пишется вот следующим образом. Значит, если мы напишем, если мы возьмем ρ на dv, вот это вот есть элемент массы. Дальше. Если мы это умножим на скорость, то вот это вот получим импульс. Но если мы проинтегрируем, здесь ρ и у есть функции от r и t, тогда мы можем написать, что полный импульс записан в таком вот виде. Это вектор ρ на u на dv, ну точно так же, как вот здесь вот была записана масса, здесь мы записываем импульс. Поэтому это есть функция времени и поэтому можем написать, что dp по dt продифференцировать. Это будет интеграл d ρu по dt на dv. Потому что ρ есть функция от r и t, у есть функция, поэтому их произведение является функцией от x и t. Мы интегрируем. И это же выражение равняется, а вот теперь нужно написать различные источники. Я напишу dp, p, dt, 1, 2, 3. То есть разные источники. И вот здесь вот и записаны как раз эти три источника. Значит, первый источник аналогично тому, как масса вытекает. С вытекающей массой связан импульс, то есть вытекает импульс. Знак минус означает ρu на dA, это поток массы. Умноженное на u это даст поток импульса. Знак минус опять же, если здесь углы между n, n и u скалярное произведение положительно, тогда знак будет минус. То есть импульс уменьшается. А на левой части, на внутренней, импульс будет увеличиваться. Поэтому минус интеграл, это поверхностный интеграл по всей поверхности, ограничивающий объем. Кроме этого, мы знаем, что есть второй закон Ньютона. Второй закон Ньютона может быть записан в виде dp по dt равняется f. То есть dp равняется f на dt. Поэтому интегрируя, интегрируя, мы можем написать, что p равняется f на dt. Но f, значит, f это объемная сила. Поэтому если имеется объемная сила, позже мы рассмотрим и силы гравитационные, электромагнитные силы. Поэтому вот этот член описывает изменение импульса вследствие внешней силы. Внешняя сила является силой тяжести или гравитационной силой. И, наконец, то, что является для механики сплошных сред существенным, в отличие от динамики материальных точек, есть работа поверхностных сил. Тут тоже должен быть интеграл по поверхности замкнутый. Значит, что это такое? Это вот что такое, что если у нас имеется некоторая площадка, вот, напишем вот это вот N, значит, вектор dA, он равняется dA умноженное на N. То есть это его вектор, у которого величина равняется площади, а направлен он по N. Теперь, тогда, если имеется по некоторому направлению I, то вот в этом направлении I действует сила F или dF в направлении I. И она равняется, вводится тензор, скалярно умноженный на dA. Вот эта вот величина, это и сила. То есть произведение, фактически это есть определение. То есть тензором напряжения называется величина, которая, будучи умноженной на элементарную площадь, даст силу. Поэтому вот T на dA, это есть сила, а сил F на dt, соответственно, будет изменение импульса. Вот, поэтому появляется вот такой вот член, который есть, T это тензор напряжений. Вот, и тогда вот есть два поверхностных, два интеграла по поверхности, первый член и второй член. Поэтому, опять же, используя теорему Гаусса, можно привести к объемному интегралу. То есть записать вот эту вот дивергенцию, вот она, дивергенция ρU на dV. А вот этот вот член будет тоже дивергенция тензора напряжения на dV. А здесь стоит dV. Поэтому здесь частная производная от этого члена по dT. Поэтому все эти члены будут приведены к объему. Поэтому получается уровень вот такого типа. Вот только не будет ни даро под dt, а даро У под dt и так далее. И опять же, из того, что объем является произвольным, отсюда мы следуем, что подинтегральное выражение равняется нулю. И отсюда мы получаем вот такое вот уравнение. Это есть уровень движения. Ну, в данном случае, если бы T не было... Нет, вернее так, я неправильно сказал. Значит, T это полный тензор напряжений. T это полный тензор напряжений. То есть, это два индекса, то есть, это матрица. Где... Вот здесь вот стоит величина Txx, например. Это что такое? Это сила, которая, если мы вот выделяем, берем некоторый элемент поверхности. Вот. Мы выбираем, ну, например, пускай вот это вот ось Х. Тогда TxH это сила, которая действует на площадку, которая ориентирована перпендикулярно, вот это вектор нормали к этому элементу. И сила действует в этом же направлении. Но мы знаем, что если это система, то вся система находится во внешней среде, то есть, имеется термостат, то есть, мы рассматриваем, так называемый, канонический ансамбль, то есть, система, которая находится в среде. А вот эта сила, с которой среда действует на поверхность Сила, с которой эта среда действует на поверхность Это сила давления, она направлена внутрь P на dA Вот сюда действует сила Здесь, сюда действует сила То есть сила действует Это нормальное напряжение Это означает, что txx txx равняется тxx, вот она где стоит вот она а п направлена сюда то есть мы видим что это равняется минус п поэтому здесь стоит диагональная компонента тензора напряжение равняется минус п дальше есть закон паскаля закон паскаля говорит что давление является изотропным то есть в каком бы направлении не было площадка сила будет одна и та же поэтому здесь будет стоять минус п и здесь стоит минус п то есть диагональные компоненты значит математически это за можно записать так что ты равняется две компоненты минус п умножить на и где и это единичный тензор у которого по диагонали единица вне диагонали нулю ровно а вот здесь он будет стоять тензор x y x z здесь y x здесь y z здесь z x здесь z y значит тогда вот это здесь вот нужно написать плюс тензор напряжение сигма где этот диагональный тензор здесь только тензор вот вот эти компоненты а это наоборот тензор не диагональный у этого тензора наоборот диагональный коэффициент члена равняется нулю имеется вот такие кроме того известно что что сигма и к равняется сигма к и то есть вот это напряжение равно вот этому это следует из баланса сил это вы рано рассматривается втором курсе это не буду рассматривать вот это равно а вот этому, а вот этого члена равен вот этому члену. То есть в тензоре напряжения имеется только три неизвестных величины. Например, вот эта вот величина неизвестна, вот эта вот величина и вот эта вот величина. Таким образом, весь тензор напряжений определяется тремя компонентами. Давлением и σXY, σXZ и σYZ. Вот четыре компонента, которые являются независимыми. Вот, поэтому вот имеется вот это вот место, вот такое выражение. Теперь, если σ равняется нулю, то мы получаем уравнение идеальной жидкости. Идеальная жидкость, а если σ не равно нулю, то это вязкая жидкость. Вот, собственно, что мы имеем. Ну, есть некоторые простейшие случаи, например, на втором курсе рассматривались. Значит, еще нужно, система уровня является незамкнутой. Ну, мы давайте позже перейдем. И если считать, что движения являются быстрыми, тогда все движения являются изонтропическими или адиабатическими. Поэтому можно посчитать, что еще одним условием это будет даёт сравняется нулю. А тогда давление и плотность, например, связаны между собой уравнением адиабаты. Вот, но это упрощение, а в общем случае это не выполняется. И поэтому мы перейдем к следующему уравнению. Значит, и... Опс, не работает. О, и все работает. Так, итак, мы получили первые два уравнения. Уравнение непрерывности уровня движения. Перейдем к следующему уравнению. Дальше. Дальше можно поступить таким образом. Поскольку таких уравнений много. И на самом деле, вот те уровни, которые мы выбили, их тоже можно было не рассматривать. А можно получить так называемые общие уровни переноса. Вот это вот общие уровни переноса, ну, точно нельзя сказать, кто его первым написал. Но обычно про это уровни говорят как уровни Ринольдса. Потому что Ринольдс, на самом деле, первым использовал эти уравнения для описания турбулентного движения. Хотя до него ламинарные движения не описывались. Вот. Поэтому рассмотрим общее транспортное уравнение. Что такое общее транспортное уравнение? Давайте вспомним ту же самую картинку, которую мы писали. Но введем величину кси. Вот она здесь написана. Это некоторая удельная величина. Удельной величиной называется величина, которая относится к единице массы. Ну, например, энергия на килограмм, будет удельная энергия. Энтальпия на килограмм, удельная энтальпия. Удельная теплоемкость, то есть теплоемкость килограмма. Вот. Поэтому слово удельное означает, что массовое. Вот. В гидродинамике удельные величины играют важнейшую роль. И, собственно, на их основе все строится. Теория, уравнение там и так далее. Вот. Поэтому, если эту величину, которая относится к килограмму, умножить на плотность, то ронады кси, поскольку рон имеет размерность килограмм на метр в кубе, величина рона кси будет уже объемной величиной. То есть, например, рон, умноженное на удельную энергию, будет энергия единицы объема. Вот. Поэтому, а если ее проинтегрировать по объему, то мы получим полный. Вот это интеграл. Это полное значение величины кси вот в данном объеме. Теперь, если посмотреть, как и эта величина есть функция времени, то есть ее можно интегрировать, дифференцировать по времени, как функция, которая зависит от параметра. Вот. И тогда, с чем будет связано изменение величины кси вот здесь? Ну, первое, что очевидно, величина кси выносится за пределы с потоком. Поэтому нужно эту величину умножить на скорость на поверхность. Знак минус, как и в предыдущих случаях было. Поэтому это вынос. Дальше. Но есть еще одна особенность, связанная с тем, что величина кси, ну, предположим, это молекулы там какого-то цвета, например, кислорода. Ясно, что АВ – это скорость движения среды. Так вот, скорость движения молекул отдельных, одного сорта, она может отличаться от скорости движения среды. Вот эта разница в потоках называется диффузионным потоком. Поэтому величина кси – это поток величины кси по отношению, то есть по отношению к величине разницы между среднемассовой скоростью. Вот, поэтому, если бы среда двигалась, выделенный компонент кси или элемент кси двигался бы с той же скоростью, если бы она не было. А так он есть. Поэтому вот эта величина называется диффузионный поток величины кси. И жи кси, соответственно, диффузионный поток, массовый диффузионный поток. И умноженное на... А, и то же самое. Если это вектор, если значения совпадают, то из объема выносится, и величина кси уменьшается за счет этого потока. Теперь следующая величина. Величина кси может в потоке рождаться. Вот в предыдущей задаче мы, например, сила тяжести можем интерпретировать. Вот была формула, посмотрите. То есть вот рожа и андекси. Поэтому вот эта вот величина – это фактически есть генерация, то есть количество импульса, которое появляется в единице объема. Ну вот в этой формуле, втором законе Ньютона, значит, dp по dt равняется f. Поэтому силу можно интерпретировать как скорость изменения импульса в единице объема. Поэтому скорость проявления. Поэтому в общем случае появляется вот такой вот член ку кси. Ку кси – это количество величины кси, которое появляется в единицу времени, в единице объема. Если это источниковый член, поэтому если объемный источник существует, то пишется вот такой вот член. И, наконец, есть в некоторых случаях, оказывается, что источник может быть поверхностным. Вот поэтому вот здесь вторым членом ку кси – а указан поверхностный источник. То есть d-а – это, отметим, здесь скалярная величина. То есть источник, если есть, то во многих случаях он не зависит от направления. Он определяется только поверхностью. Вот поэтому ку кси – а – это поверхностный источник величины кси. Ну вот, поэтому вот это вот интегральное уравнение. Отметим, а вот это дифференциальное, которое получается, если поверхностные интегралы. Вот три поверхностных, это тоже может быть преобразован в виде поверхностного интеграла, вводя дельта-функцию по направлению. Вот тогда, если вот к этим трем членам применить теорему Гаусса, тогда они будут дивергентными. И, соответственно, уравнение получается вот таким. Это дифференциальное уравнение. ДРОКСИ по ДТ плюс дивергенция РОКСИ минус диффузионный поток, плюс объемный источник и плюс поверхностный источник. Но нужно сказать, что, например, аналитически практически нет задач, которые можно было бы решить для полной системы уравнений. Это связано с тем, что вот появляется вот это главный член. Вот этот член является нелинейным. КСИ и В переменные величины, а здесь стоит их произведение. И эта нелинейность фактически не позволяет решить многие задачи. Вот, поэтому вот это общее уравнение, поэтому вот это вот интегральное уравнение используется в численном моделировании, когда записываются уравнения для методом конечных объемов, например, задача решается. Метод конечных объемов, объем разбивается на отдельные ячейки. Для отдельных ячеек применяются вот такие формулы. Бывает метод конечных элементов, тоже выделяется несколько другое разбиение, но тоже вот такого типа интегральное соотношение используется. А другой вариант какой? А другой, можно решать дифференциальное уравнение. Так вот, некоторые поступают таким образом при численном моделировании. Вот здесь каждое производное можно представить в виде разностей. Ну, вы знаете, что в производное есть разница между значением функций справа и слева и поделенное на величину превращения. Но если так сделать, если вот это уравнение заменить просто конечными разностями производное, то с этим не будет совпадать. И тогда задачу, которую вы решаете вот с помощью дифференциального уравнения, написав разности, у вас ответы и решения могут, например, в ответах, в решениях может не соблюдаться закон сохранения энергии, закон сохранения массы и так далее. То есть законы сохранения могут не соблюдаться. В отличие от вот этой запись интегральная, она позволяет сохранить эти законы. А поскольку часто законы сохранения важнее, чем сами уравнения, поэтому чаще всего при численном моделировании используется интегральное уравнение. Ну вот, это вот общее уравнение. Теперь эти общие уравнения можно применять для разных задач. Ну, первое, с чего нужно начинать, с уравнения диффузии компонентов. Ну, например, воздух, которым мы дышим, он уже состоит из двух компонентов. Кислород и азот. Причем их концентрация, как вы знаете, кислорода 24% или 25%, а азота 75%. И, в принципе, поскольку молекулы-то разные, в принципе, могут возникать ситуации, когда эти компоненты начинают разделяться. То есть есть процессы, в которых возникают области, где либо кислорода больше, либо азота больше. Ну, простой пример. Если вы зажигаете пламя, костер зажгли, например, в комнате или где-то еще, то во время горения кислород расходуется, потому что идет реакция. Ну, например, керосин взаимодействует с кислородом, то кислород уменьшается. И поэтому после горения у вас уже окажется, что в воздухе азота много, а кислорода мало. Вплоть до того, что он может быть равен нулю. И поэтому нужно учитывать вот такие превращения. Вот поэтому вот для этого и пишутся так называемые уровни диффузии компонентов. Но они называются диффузии. На самом деле эти уровни описывают не только диффузию. Они описывают конвективный перенос. То есть есть ветер, есть, они перенеслись. Кроме диффузии есть еще химические реакции. Например, горение есть, они учитываются. Поэтому название условное. Оно возникло в те годы, когда много лет назад, там, может быть, около ста лет назад, когда не было процесса. Не изучались процессы горения, например, и так далее. Поэтому была чистая диффузия. Ну, конвекция была всегда. Ну, тем не менее, в общем, название есть название. Итак, как записать уравнение? Ну, во-первых, вводится понятие плотности катой компоненты. Что такое плотность катой компоненты? У нас в единице объема находится НК молекул. Например, в одном кубическом сантиметре воздуха находится число Лошмита, или, влечено, 3 на 10, 19 частиц. Например, молекул кислорода и азота. Теперь, если я число молекул кислорода умножен на массу одной молекулы, я получу, вот это будет килограмм в кубическом метре компоненты К, кислорода, например. Поэтому вводится понятие РОК, поэтому есть компоненты, плотность катой компоненты. Но если у меня имеется смесь, то полной плотностью, конечно, будет называться сумма. Нужно просуммировать массу всех компонентов, и тогда вот такая вот величина, это есть полная плотность. Но поскольку в физике удобно работать с НК, например, 3 на 10, 19, величины, с которыми трудно оперировать, поэтому вводятся относительные величины. И такой относительной величиной является удельная концентрация. Удельная концентрация ЦК, это отношение РОК к РОК. Но поскольку РОК в знаменателе есть сумма, то ясно, что все ЦК заключены между нулем и единицей. То есть это удобная величина. Все они заключены между нулем и единицей. Вот, и поэтому, дальше, что такое скорость? Скорость, вот, как я говорил, пусть каждая компонента имеет скорость ВК. Тогда, например, молекулы азота имеют одну скорость, молекулы кислорода имеют другую скорость в воздухе. Тогда, если я возьму РОК на ВК, это поток КТ-компоненты. Если я просуммирую и поделю на полную плотность, ну, отношение, это будет РОК, поделить РОК на РО, это Ц, поэтому это есть ЦК на ВК. Вот, поэтому вот это вот называется средней массовой скоростью. Вот, поэтому средняя массовая скорость, но скорость каждой компонента отличается от КТ-компонента, поэтому возникает вот такая разница. Разница между скоростью ВК и скоростью среднемассовой. Вот эта величина и называется, только вот здесь вот РОК должен стоять, здесь РОК, вот эта величина и называется массовым потоком компонента. То есть массовый поток компонента, он отличается от, вот, вот, поэтому берем, а теперь применяем вот в этом уравнении. Это уравнение, значит, оно справедливо для всех величин, поэтому давайте мы вместо величины КСИ, ну, здесь еще одно преобразование используется. Еще одно преобразование используется, такого плана, что здесь не написано, но здесь вот стоит производная Д РОК Си по ДТ плюс дивергенция РОК Си В или У, в некоторых местах В, в некоторых У, правильно использовать скорость У. В за объемом, вот, поэтому это можно записать в виде РОК Си по ДТ плюс КСИ ДРО по ДТ плюс РОК Си Набло У плюс У Набло РОК Си. Вот, поэтому здесь, вот, поэтому здесь, так, сейчас, сейчас, так, ДРО по ДТ, у нас ДРО по ДТ, а там не написано, да? ДРО по ДТ плюс дивергенция РОУ равняется 0, а, я неправильно написал. Значит, первые два члена правильно, а вот здесь вот я РОУ выпишу отдельно. Тогда, тогда здесь будет стоять КСИ дивергенция РОУ плюс РОУ Набло КСИ. Вот, такое выражение. Поэтому здесь, если привести вот этот член взять и вот этот член взять, вот эти два члена, их сумма равняется 0, поскольку имеет место в уровне разрывности, вот оно здесь написано. А тогда, вот, тогда вот это все будет равно РО на ДКСИ по ДТ плюс У Набло КСИ. Вот, то есть, смотрите, значит, вот эта левая часть может быть записана в таком виде. Вот эта форма записи называется консервативной, потому что она удовлетворяет уровню сохранения. А вот эта неконсервативная форма. То есть, в численных задачах лучше вот это использовать. А в аналитических или в некоторых случаях можно вот такую использовать. Вот, поэтому, если использовать, вот, если вместо КСИ подставить С, тогда мы получим РОДЦК по ДТ плюс ВНабло или УНабло ЦК, это левая часть, равняется. А в правой части, ЖИКСИ, это равняется ИК, это массовый поток компонента К. Вот, вот этот вот член, поверхностного члена не существует. То есть, масса компонента на поверхности не рождается, не появляется. А вот этот вот член, он показывает, какое количество компонента К происходит вследствие химических реакций. Все реакции, ну, вы знаете, что в газе может происходить много реакций. Но, вот, если происходит много реакций, то Р из них можно выбрать независимыми. Можно еще и другие написать, но другие уже будут зависимыми. Поэтому вот буквой Р обозначено число независимых реакций. Р маленькая, равно единице. Тут сумма идет по всем типам реакции, по всем реакциям, по независимым. Тогда, ню КР, это так называемый стихиометрический коэффициент. Ну, например, у вас, ну, например, у вас есть, есть вот такая реакция. H2 плюс О2, я напишу стрелку, сюда и обратно, H2O. Значит, ну, я должен поставить здесь коэффициент двойку, и здесь должен поставить, здесь должен поставить коэффициент двойку. Значит, вот эти вот коэффициенты здесь появляются. 2, 1, 2. Но только я могу реакцию вот так записать, все члены перенести в одну сторону. Тогда здесь будет 2, 1 и минус 2. Вот эта вот величина, это и есть набор, это и есть стихиометрический. Вот пусть это реакция R равно 1, и в этой реакции вот эти величины 2, 1, минус 2 называются стихиометрическими коэффициентами. Вот что такое там появляется. То есть, что это значит? Я могу контролировать, я могу следить за концентрацией кислорода, например, и зная, что здесь, допустим, появилась в реакции одна молекула кислорода, тогда я вижу, что на каждую молекулу кислорода должно израсходоваться 2 молекулы водорода, и появляются 2 молекулы воды. Вот поэтому эти коэффициенты показывают, сколько появляется. Вот, поэтому вот это вот запись члена, которая говорит, какое количество компоненты K, здесь же для индекса K написано, какое количество компоненты K появляется в реакции R. А поскольку эта компонента может появляться в разных реакциях, то вот мы и видим, что здесь появляется вот такой член. Ну и в итоге, эти коэффициенты удовлетворяют еще следующему. Если я посчитаю все компоненты, которые появляются, то ясно, что молекулы одни появляются, вторые исчезают. Поэтому вот сумма всех, по всем компонентам, по всем компонентам K, эта сумма равняется нулю. То есть это дополнительное условие, которое, оно очень важное, мы его будем использовать, вот, которое говорит, что это закон сохранения массы, закон сохранения Ломоносова. То есть количество частиц не изменяется. Если нет ядерных реакций. Вот, тогда мы получаем следующее, что вот это уравнение называется уравнение диффузии компонентов. На самом деле, что оно описывает? Если написать вот этот член в левой части, роза ЦК по ДТ, а это все перенести направо, то вот этот вот член, В на обла ЦК, он будет описывать конвективный перенос. То есть, если есть поток, то с потоком переносится эта компонента. Ну вот, ветер подул, например, здесь столько кислорода, он перенесся сюда. Этот член, вот этот. Это конвективный перенос. Вот этот вот член, это химический источник. То есть, вследствие реакции происходит возникновение компонентов. А вот этот вот член, это и диффузия. Это диффузионный поток. Поэтому уравнение диффузии компонентов, они называются, вот если бы оставить только этот член и вот этот, это был чисто уровень диффузии. Но к ним добавляется еще конвекция, конвективный перенос. И к ним добавляется еще химический член. Ну вот, звонок, давайте перервемся. Итак, мы закончили уровень диффузии компонентов, а теперь перейдем к следующему уравнению. Это, поскольку мы говорили о том, что могут быть заряженные частицы, перейдем к понятию баланса электрического заряда. Значит, вводятся важные величины о объемном электрическом заряде. Ну, надо отметить, что все тела состоят из электронов, протонов, из заряженных частиц. Но в каждом теле есть довольно точная компенсация положительных и отрицательных зарядов. В качестве примера, вот есть книжка Ричарда Фейнмана, где он сделал одну интересную оценку. Он, это описано в лекциях, в фейнманских лекциях по физике, он привел такой пример. Что если в теле человека на 1% количество положительных зарядов не будет равно количеству отрицательных зарядов? Избыточный заряд создаёт энергию, соответственно, поэтому он задаёт вопрос. Какой энергией обладал бы человек, если у него в теле на 1% был бы дисбаланс электрического заряда? Ну и там разные оценки. Так вот, оказывается, что если провести оценку приблизительно, то оказывается, что тогда человек обладал бы энергией достаточной, чтобы сдвинуть земной шар с орбиты. Вот это означает, что с такой высокой степенью точности всё скомпенсировано. Более того, в объёме всегда скомпенсировано, а некомпенсация возникает у поверхностей. В очень тонких областях там возникает объёмный заряд. Но, тем не менее, именно эта величина ответственна за очень, за многие вещи, которые мы наблюдаем. Поэтому вводится понятие объёмный электрический заряд. Вот здесь вот СОБА, это НК, это концентрация компонентов, КТ-компоненты. ЗК, это заряд. Ну, например, для электронов ЗК равно минус единице. А для ионов, соответственно, если ионы однократные, то ЗК будет равно плюс единице. Если ионы двукратные, тогда будет, соответственно, 2 и больше. Значит, вот это величина объёмного заряда. Дальше вводится понятие потока. Или потока, и потоком в данном случае называется плотность электрического тока. Значит, плотность электрического тока, это поток объёмного заряда. Значит, он равен той же самой величине заряду, который перемещается за скоростью УК. Где скорость УК, это та самая диффузионная скорость. То есть, разница между скоростью КТ-компоненты и среднегидродинамической скоростью. Поэтому уравнение, которое мы, если мы возьмём предыдущее уравнение, значит, но здесь, если вот, вот возьмём вот это уравнение, но величину РОКСИКа мы положим равной объёмному заряду. То есть, величина здесь, для этого случая мы используем, не удельную величину введём, а введём сразу объёмную величину, поскольку это объёмная плотность заряда. Если мы введём величину РОКСИКа равной РОЕ со звездой, это плотность объёмного заряда, тогда баланс, уравнение баланса, вот, вот это уравнение баланса, что здесь, этот член отсутствует, объёмного источника, объёмного заряда нет. Но если только не рассматривать случай рождения электрон-пазиатронных пар из гамма-кванта, то есть мы занимаемся не физикой высокой энергии, физикой высокой энергии какой член был бы. Объёмного источника тоже нет, поэтому член равно нулю, и остаётся только вот такое. Значит, здесь объёмный заряд, здесь объёмный заряд, а здесь плотность тока. Поэтому уравнение, вот вы увидите, смотрите, вот оно, это уравнение, оно совершенно очевидно. ДРОЕ со звездой плюс дивергенция РОЕ на В равняется минус дивергенция плотности электрического тока. Поэтому это уравнение баланса электрического заряда. Дальше, уравнение движения, вот мы до сих пор, в уравнении движения, которое мы рассматривали до сих пор, мы рассмотрели только объём, одну силу, гравитационную силу, вот она, РОНОЖ. А теперь, поскольку есть заряды, а мы знаем, что если заряды находятся в электромагнитном поле, то появляется дополнительная сила, это так называемая сила ампера. Вот, есть, только нужно отличать, есть сила Лоренца, сила Лоренца, это сила, которая действует на один заряд. Вот если у вас есть заряд, то сила Лоренца, она обозначена маленькой буквой ФК, потому что как бы на один. Она равняется величине заряда Е, Е это абсолютная величина Е, 4,8 на 10 минус 10 кулона, или в системе Си можно написать, умножен на заряд ЗК, а здесь первая часть, это кулоновская сила, то есть сила, которая действует на заряд в электрическом поле. А второй член, это сила, которая действует на заряд в магнитном поле. Отметим важную особенность, что векторное произведение означает, что сила перпендикулярна этому, или наоборот, сила перпендикулярна скорости, и сила перпендикулярна магнитному полю. Отсюда есть интересный результат. Мы знаем, что мы знаем, что произведение Ф на У или Ф на В это мощность. То есть это ДН по ДТ, или Н просто напишу. Мощность. И тогда это будет равно ЕЗК В на Е. Отсюда это очень важный результат, что магнитное поле работы не производит. То есть сила направлена перпендикулярно магнитному полю. И отсюда возникает сразу масса вещей, которая важна для физики плазма, ну вообще для физики заряженных частиц. В электрическом поле частицы разгоняются, ускоряются, и можно разогнать собственно ускорители заряженных частиц, так и устроено. Прикладываете в электрическое поле, частицы разгоняете. А если приложите магнитное поле, то в магнитном поле если вы вот так вот приложите магнитное поле, а тут где-то звук удвижения частицы, то сила направлена так, возникает вот такое прецессионное движение, а вот в этом, для заряженной частицы, вот в этом направлении может быть Е, поэтому частица движется по спирали вокруг магнитного поля и в этом направлении по электрическому полю. А работу совершает только вот эта вот часть силы. То есть скорость можно разложить на скорость орбитальную и скорость вертикальную. Вот такой вот. И вот эта часть работы, эта часть скорости перемещения производит работу. Вот. Это как бы так, куда мы ушли? А вот здесь. Вот. Вот. Поэтому к электромагнитной силе определяем следующим образом. Вот это сила Лоренца. Сила Лоренца, которая действует на один заряд. А теперь, что сила ампера, сила ампера, это сила, электромагнитная сила, это сила, которая действует на систему, на все частицы. Поэтому нужно взять НК, это число частиц скатого сорта, видницы объема, если мы ищем объемную силу, умноженную на силу, которая действует на одну частицу. Поэтому получаем вот такое произведение. НК на ФК. Вот это и сила, и сила ампера, которая имеет кулоновскую часть. Вот. Сила с электрического поля, сила со стороны магнитного поля. Итак, запомнить надо следующее, что сила ампера есть сумма сил Лоренца. А теперь, к чему это приведет? Если взять умножить, то вот здесь появляется, смотрите, вот здесь НК, Е на ЗК. Больше индекса К нигде не встречается, а это есть не что, как вот это. Это есть объемный заряд. То есть, здесь стоит объемный заряд, поэтому первая часть силы, которая связана с электрическим полем, она есть Е. Второе обстоятельство, что вот если мы умножим НК на ЕЗК, умножим на ВК, но ВК это скорость, которая движется данной частицы с компонентой, частица компонента К. А здесь, а у нас в гидродинамике входит среднемассовая скорость, поэтому вот ВК, значит, мы там ввели, мы написали, что УУ УК равняется ВК минус В. Ну, это означает, что ВК равняется В плюс УК. Вот, значит, скорость движения частицы сорта К сорта К равняется, это среднемассовая скорость, а это диффузионная скорость, то есть скорость каждой компонента из суммы гидродинамической скорости и плюс диффузионная скорость, а раз это так, вот только вот эта часть, вот эта часть, она приводит к плотности тока, потому что плотность тока, вон посмотрите там, она определяется диффузионной скоростью, а вот эта часть, а вот эта часть, там можно просуммировать, И тогда оказывается, что вместо Е появится Е со звездой. А Е со звездой это Е плюс единица на С, В на H. Но это есть не что иное, как в силу преобразования Лоренца. Это есть электрическое поле, которое действует в системе координат, которые движутся скоростью В. Это что означает? Это означает, что если имеются заряды, то электрическое поле, если внешнее поле приложили, нужно считать не внешнее поле, а то, которое возникает при движении среды со скоростью В. Вот, поэтому получается, а вот вторая часть зато, здесь вместо ВК появится УК, в итоге получаем ответ, что сила, амперовская сила, сила ампера в связи с двух частей. Сила со стороны объемного заряда, вот, РОЕ со звездой на Е, и плюс сила ампера, Ж на H или Ж на B в системе С. Вот, вот это вот, и эту величину нужно подставлять в уровни движения, которые мы писали раньше, писали раньше. И тогда мы получаем вот то самое уравнение движения, ну вот, здесь я повторяю, тензор напряжений определяется, сила ДФРНТ и КНН. Вот, вот, сила тензор напряжений делится на диагональную часть, плюс недиагональную часть, и тогда уравнение движения, вот оно, имеет вид РОДВПДТ плюс ВНАБЛАВЭ равняется минус градиент давления, плюс, это вот два члена тензор напряжений, плюс дивергенция тензор напряжений, и объемная сила. РОЕ со звездой на Е со звездой, магнитная сила, и сила тяжести. Таким образом, вот это вот, это есть итоговое уравнение движения, которое включает в себя вязкие напряжения и электромагнитные силы. Значит, если вот эти члены выкинуть, ну, то есть считать, что несущественные вязкие напряжения, несущественно вот это, тогда вот это уравнение, которое получается только с градиентом давления, это называется уравнением Эйлера, или уравнением МиЭйлера, потому что три компонента, их три составляющие. Соответственно, если мы добавляем вот этот вот член, то вот тогда вот эта часть, с учетом вот этих двух членов, называется уравнением НАВЬЕСТОКСА, это НАВЬЕСТОКС, то есть НАВЬЕСТОКС, тензор напряжений. Если мы добавим вот этот член, то это с учетом электромагнитных сил, электромагнитные силы состоят из электрических сил и магнитных сил, и вот эта сила, последний член, называется силой Архимеда. Поэтому в разных задачах бывают разные случаи Нужно учитывать или только электромагнитное Градиентное давление нужно всегда учитывать Вязкие напряжения можно учитывать, от задачи зависит В некоторых нужно, в некоторых нет Но электромагнитное, если есть электромагнитное поле И стратификация, вот этой силой называется еще силой Архимеда или силой стратификации Потому что он действует тогда, когда имеется распределение плотности по высоте Известны два примера В атмосфере у нас плотность по высоте падает По закону Больцмана Плотность равняется Ро равняется Ро равняется Ро 0 Е степени минус З на H Это формула Больцмана Где H Это высота атмосферы И если вы посчитаете Это примерно 10 километров То есть на высоте 10 километров Е раз падает 10 километров это примерно высота Эвереста Поэтому на Эвересте Плотность Е это 2,7 То есть в три раза плотность ниже Чем на уровне моря Вот поэтому Дальше возникает То есть нужно решать такие задачи И мы будем решать соответственно Но дальше здесь возникает Е А сами Е и H Они определяются тем Что возникает ионизация То есть они сами могут быть Электрические магнитные поля Могут быть внешними И могут создаваться движением заряженных частиц В общем случае это неизвестные величины Поэтому для их определения Нужно еще уравнение Если даже не надо уравнения Здесь не надо никаких Потому что это просто выражения некие Замыкающие Вот А уравни Максвелла Они нужны Значит у нас имеются Четыре уравнения Максвелла Значит ну Вот эта дивергенция Е Равняется 4 Пиро Е со звездой Это объемный заряд Который мы ввели Раньше для него есть уравнение Соответственно Это уравнение Пуассона Из которого следует формула Кулона Закон Кулона Следует вот из этого Ро Е Это плотность объемного заряда Дальше Электрические заряды существуют Магнитных зарядов не существует Ну или пока не обнаружены Скажем так Поэтому здесь Здесь должно стоять Четыре пина ромагнитная Но поскольку магнитных зарядов нет То здесь стоит ноль Два дивергентных члена Дивергенция означает что Вот если дивергенция H равняется нулю Если дивергенция вектора равна нулю То это означает что силовые линии являются замкнутыми А вот это вот уравнение означает что силовые линии являются не замкнутыми Они для электрического поля Силовые линии начинаются на плюсе и кончаются на минусе То есть, вектор электрического поля вот так вот проходит, а вектор магнитного поля только вот так проходит, он замкнут. Нет магнитных зарядов. Поэтому это два уравнения. А второе, еще есть два уравнения. Значит, вот это уравнение, я просто повторяю, вы все это даже знаете с курса физики. Значит, это уравнение, вот если отбросить этот член, то РОТАРАЖ4ПНЦЖ0 это теорема Ампера, закон Ампера, по которому протекающий ток создает магнитное поле. Или закон биосавара отсюда следует, то есть магнитное поле, которое создается элементом тока, это закон биосавара, который был открыт. А вот этот член, это, собственно, открытие Максвелла, это ток смещения, нужно записать 4ПНЦЖ на Ж смещение, и Ж смещение есть ДЕПДТ. Это ток смещения, который тоже создает магнитное поле. Вот, поэтому это уравнение для магнитного поля. А вот это уравнение, это уравнение электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Значит, это уравнение говорит, что если проинтегрировать по линии, по некоторой, тогда ЕЛ на ДЛ, то есть интеграл по пути, будет равен, вот, это величине умножен на поток, это поток. То есть ДЕПДТ интеграл по поверхности даст поток, Аш на С, или Аш на А, соответственно. И это уравнение превращается в закон электромагнитной индукции Фарадея. То есть ЭДС в контуре равна скорости изменения магнитного потока. Если магнитный поток меняется, то возникает ЭДС электромагнитной индукции. Вот эти вот два уравнения. Итак, необходимо вот эти вот четыре уравнения решать. Но в гидродинамике мы эти уравнения упростим. И увидим, что во многих случаях вот этим можно пренебречь. То есть ток смещения оказывается несущественным при некоторых условиях. Ну а так, в принципе, вот нужно учитывать. Теперь здесь стоит еще, отметим, что здесь стоит величина Ж0. Ж0, так называемый, полный ток. Он связан с тем, что это есть плотность тока. Она равняется сумме обычной плотности тока. Или плотности, его называют амическим током. Вот это амический ток. А вот это вот, руе со звездой умноженное на скорость, это ток объемного заряда. То есть поскольку объемный заряд перемещается со среднемассовой скоростью В, то он дает ток. Поэтому здесь входит величина суммарная. Но обычно, как я говорил, руе со звездой очень мало. Поэтому второй член часто оказывается малым, и его можно не учитывать. Вот здесь уже нужно смотреть, какие приближения работают. Итак, вот мы получили уровень движения. Тут и на въезд ток, и электромагнитные силы, и стратификация, и Архимед. В общем, вот это вот есть полное уравнение, которое нужно решать. Надо сказать, что вот это вот первое уравнение Эйлера были открыты в 1780 году. И Эйлер был приглашен в Россию. Он является академиком Российской академии наук. И я года два назад был в Петербурге. Там есть Александра Невская лавра. Если вы слышали, кто-то был там, может быть. Вот если будете, там есть такое захоронение с левой стороны, где захоронены великие ученые, там деятели. И там есть две могилы. Одна могила Ломоносова, и метров 30-40 от нее могила Эйлера находится. То есть он там похоронен. Федор цветы ему принес, поскольку он... Большое количество задач мы решаем с помощью уровня Эйлера. А прошло... Он написал вот эти уравнения. Потом прошло 70... Второй член появился через 70 лет. На въезд ТОКС многие поняли, что что-то не хватает в уровнях Эйлера. И, например, движение по трубе нельзя описать. Основная проблема была, если движение в трубе, то вот параболический профиль, который возникает в трубе, его получить нельзя из уровня Эйлера. Поэтому долго думали, наконец Эйлер понял, что вот можно записать именно тензорный вариантный вид такой, потому что до этого были самые разные приближения. Но это целая наука. Я в книжке это как-то описал. В одной из книжек. И в лекциях тоже короткую ссылку такую на это сделаем. Итак, мы изучили два уравнения. Теперь следующее уравнение, значит, наиболее сложное, это баланс энергии. Ну, мы знаем, что все уравнения основаны на законах сохранения. Значит, есть М-константа, П-константа и Е-константа. То есть, есть закон сохранения массы Ломоносова, закон сохранения импульса Ньютона и закон сохранения энергии. Закон сохранения энергии, он был получен кем? Сейчас, с ТОКСом. Он был получен с ТОКСом. Я скажу, где и как, что он сделал. Вот, поэтому... Но это было все СТОКС. Это 1850 год примерно. Вот, поэтому давайте мы сейчас рассмотрим современное состояние этого вопроса, или как получать уравнение энергии. Значит, ну, во-первых, рассмотрим такой пример. Вот если вы взяли мяч волейбольный, например, и кинули его, то внутри него находится газ. Теперь, ну, воздух, например, сжатый. Вот, так вот, этот воздух или эта система имеет разные виды энергии. Вот первый вид у квадрата пополам. Просто мяч летит, он летит с какой-то скоростью, значит, он имеет... Да, во-первых, что мы будем писать всегда, мы будем говорить об удельной энергии. Что такое удельная энергия? Ну, мы знаем, что энергия, кинетическая энергия, mv в квадрате пополам, еще со школы мы знаем, да? Но вот если мы поделим удельно, то есть, e кинетическое поделим на m, получим v в квадрате пополам. То есть, v в квадрате пополам является удельной кинетической энергией. То есть, энергия на единицу массу. Поэтому вот здесь e маленькой, написано удельной. Поэтому u квадрат пополам, это есть не что иное, как вот эта часть. Это кинетическая энергия среды. Вот мяч летит, внутри находится некая масса, она летит с скоростью u. Дальше. Этот мяч находится на какой-то высоте. А раз он летит, находится на какой-то высоте, значит, он обладает потенциальной энергией. А потенциальная энергия mgh, она обозначена буквой π, она равенится mgh, но если поделить на m удельно, останется просто gh. То есть, gh – это удельная потенциальная энергия. Дальше. Поскольку есть электромагнитное поле, то электромагнитное поле обладает энергией. Это вам должно быть известно из курса общей физики, что e квадрат плюс h квадрат на 8π – это объемная энергия. А вот если поделить на плотность, тогда мы получим энергию на единицу массы. То есть, вот это вот, это энергия электромагнитного поля, которая приходится на килограмм, на единицу массы. Но мы знаем, что… Вот мы видим свет, например, или тепло, которое идет там от батареи. И это тоже обладает некой энергией. Поэтому вот электрическое поле можно разделить на электрическое поле макроскопическое плюс микроскопическое, которое определяется атомами, молекулами и так далее. Поэтому вот эта величина, вот это вот макроскопические, а для микроскопических полей, вот их можно разделить, вот эту общую сумму на две, появляется вот эта вот члена. Это так называемая плотность энергии теплового излучения. Это удельная плотность теплового излучения. А вот это е – это тепловая энергия. То есть, получается так, что вот это уравнение, оно на самом деле является определением вот этой величины. Что называется тепловой энергией? Тепловой энергией называется, если мы возьмем все виды энергии и вот просуммируем их, ну, в общем, каждая частица, каждая частица имеет кинетическую, потенциальную энергию, имеется электромагнитное поле. И поэтому, если мы из этой полной энергии вычтем кинетическую энергию, потенциальную энергию поля, энергии теплового излучения, то останется та величина, которая называется тепловой энергией. Ну, это ЦВ на КТ. Если вот рассматривать, исходя из того, что мы знаем из курса второго курса, например То Е это внутренний энергет, та величина, которая входит в термодинамику В термодинамику входит вот эта величина только И, например, мы знаем, что ДЕ равняется ТДС минус ПДВ Вот если это поделить на массу, это уравнение, тогда вот это поделенное на массу, это вот и есть как раз ДЕ Это, соответственно, на массу, на массу, и тогда мы получим уравнение Поэтому вот эта величина называется внутренней энергией или тепловой энергией Поэтому наша задача, вот эта величина Поэтому теперь возьмем то уравнение, которое мы имели до сих пор Вот оно Возьмем вот это уравнение И пусть у нас КСИ это полная энергия Но если это полная энергия, то источников полной энергии нет Энергия просто переходит из одного вида в другой Этого члена, этого тоже член И диффузии полной энергии Давайте мы сейчас запишем, посмотрим Вот Значит, тогда для этой величины мы получим следующее Вот эта вот величина, РО на Е, РО на Е, ТОТА, это общая, удельная энергия Это энергия на единицу объема Умножим на ДВ, получим энергию всего данного объема Это будет на единицу объема, РО на Е Е на килограмм, РО на Е на кубометр Умножим на кубометр, получаем полную энергию Теперь, за счет чего? Опять же, вот первый член, как и раньше был, это вынос энергии Раз вещество выносится из данного объема То появляется вот такой член, РО на В на ДА Дальше Если вот этот член Этот член, который описывает Если есть поверхностные силы То поверхностные силы Вот это вот, это вот ДФ Вот это вот величина силы ДФ Но мы знаем, что Ф на В это мощность То есть, работа сил И за счет работы сил Эта внешняя среда производит работу И эта работа в виде энергии Ну, это вот этот вот член Вот этот вот член Только здесь, если говорить про давление То будет инак минус Поэтому, если учитывать только нормальное напряжение То будет вот такой член, минус П на ДВ То есть, вот этот вот член, как раз описывает работу сил давления Но если есть не только работы силы давления А работы касательных напряжений То в общем, видео уровне вот такие Вот и все Никаких источников нет Диффузии нет Да, а вот это вот Вот это есть поток энергии Поток полной энергии Который, ну, входит, он существует Мы его пока не определили И вот пока вот так и записываем его То есть, мы не знаем, что это такое Но знаем, что такой поток существует Значит, вот это вот интегральное уравнение Баланса полной энергии Теперь из этого уравнения Вот есть два, три Правая часть содержит поверхностные интегралы Их нужно с помощью теоремы Гаусса Преобразовать в объемные И тогда мы получаем в дифференциальной форме Вот такое уравнение ДРОЕ по ДТ Плюс дивергенция РОУ на Е Этот член даст минус дивергенция Теплового потока общего А вот это вот работа Работа сил напряжения Она будет иметь дивергентный вид Ну, вот отсюда видно Ну, теорема Гаусса, примененная Вот к этому уравнению Вот Теперь мы знаем, что есть Точно так же, как мы написали Полную энергию Теперь можно написать выражение Для потока Общий поток из себя что представляет? Ну, первое Вот эта вот величина Это электромагнитная энергия У нее есть поток энергии Поток энергии, мы знаем, что это такое Это вектор поинтинга Поэтому здесь стоит вектор поинтинга Вот этот внутренний Тепловая энергия Имеет радиационный поток Это радиационная энергия внутренняя Это радиационный поток, соответственно А вот эта вот величина Имеет свой поток Поэтому В общем случае Вот опять же Вот эта формула Существует для определения Теплового потока Тепловым потоком Называется Разница между Общим тепловым потоком Минус вектор поинтинга И минус Радиационный поток тепла Вот Поэтому Получаем вот Вот это вот Уравнение Теперь Вот в это уравнение Мы должны подставить Вот сюда вместо Е Подставить вот эти Вот этот член Эту сумму Пять членов Поставляем вот сюда А вместо вот этого Поставляем вот эту И мы увидим Что тогда Что ряд членов У нас сократятся И тогда посмотрим Что тогда произойдет Ну вот Я опять Переписал здесь Все то же самое Теперь Вспомним Про Кинетическую энергию потока Вспомним про Вспомним про Механику В механике Закон сохранения Энергии Если вы помните Не является Фундаментальным Законом Ну почему Потому что Если вы напишите Уравнение Движения То Если вы уравнение Движения Умножите скалярно На вектор скорости То вы получите Баланс энергии То есть Если вы Возьмете И Напишите Что Мдв По дт Равняется Ф А это Равняется Минус Градиент Градиент Потенциала Поэтому Если Вот это Уравнение Умножите Скалярно На в То вы Получите Уравнение Д по дт Мв В квадрате Пополам Равняется Минус В На градиент У Вот И отсюда И отсюда Вы получите Закон сохранения Энергии Это что говорит О чем говорит Это говорит Что Закон сохранения Энергии В механике Консервативных Систем То есть Там где Действует Только Консервативные Силы Которые Могут Быть Представлены Сила Может быть Представлена В виде Градиента Некоторого Потенциала Здесь Имеет Местный Закон Сохранения Энергии Значит Он не Является Фундаментальным Законом Природы То есть Он Следует Из Райни Механики А вот Фундаментальным Он Становится Тогда Когда Механическая Энергия Переходит В тепловую Это Вот То Что Сделал Стокс Впервые Он Показал Что Количество Для Сплошной Среды Часть Энергии Кинетической Переходит В тепло И Поэтому Имеет Место Закон Сохранения Энергии Поэтому Вот Чтобы Получить Кинетическую Энергию Баланс Кинетической Энергии Возьмем Уровение Движения Вот это Уровение Движения Которое Было Написано Ранее Переумножим Его На В Скалярно И Тогда После Преобразования Мы Получим Вот Такую Величину Ро На Д По ДТ Или Ро Потом Внеси Туда Д Полное По ДТ Это Здесь Везде Обозначено ДПДТ Равняется ДПДТ Плюс Унабло То есть Это Субстанциальная Производная Связанная С тем Что Элемент Жидкости Вот Написано ДПДТ Это Значает Рассматривается Баланс Энергии Для Жидкой Частицы Которая Перемещается За скоростью У И Тогда Может Быть Записано Вот Эта Величина Здесь Записана И Справа Мы Видим Вот Такие Члены Это Работа Сил Напряжения Это Работа Электрического Поля Это Даст Даст Но Если В зависимости От направления Тока Это Или Ноль Равно Нулю Будет Вот Дальше Это Получаемый Баланс Кинетической Энергии Теперь Баланс Электромагнитной Энергии Он Известен Это Зурани Максвелла ДПДТ Е Квадрат Наш Дивергенция Вектора Пойнтинга И Для Энергии Излучения Ну Известно У вас До этого Вам Коновалов Читал Лекции По Излучению Было Получено Такое Уравнение Что Баланс Энергии Диверген Скорость Изменения Энергии Излучения Это Есть Минус Дивергенция Радиационного Потока Поэтому Члены В левой Части Члены В правой Часть Они Сокращаются Многие Ну И В итоге Получается В итоге Если Подставить То Получается Баланс Внутренней Энергии Баланс Внутренней Энергии Вот он Имеет Такой Вид Рода Е Под Эт Минус Дивергенция Общего Потока Вот Это Вектор Пойнтинга Это Закон Ома Жина Е Это Градиенты Работа Электромагнитной Перенос Электромагнитной Энергии А это Дивергенция Радиационного Потока Тепла Вот Поэтому Как мы Определяли Раньше Если мы Определяем Поток Энергии Вот Таким Вот Образом Эта Кинетическая Энергия Переносится Вектором Пойнтинга Среднее Значение Радиационным И тепловым Потоком Тогда Получается Уравнение Для Внутренней Энергии Очень Простым Оно Получается Рода Е По ДТ Равняется Т Дивергенция О Плюс Жина Е Значит Вот Смотрите Что это Такое Это То Уравнение Которое Я Писал Здесь Вот Т ДС Значит Вот Это Подвод Тепла Вот Это Есть П На ДВ А Дивергенция Это Просто Из-за Того Что Есть Вынос Энергии С потоком Вот Поэтому Уравнение Это И есть Наша Цель То Есть Мы Получаем Вот Такое Уравнение Ну В Некоторых Случаях Можно Иметь Ввиду Что Энергия Излучения Мала По Сравнению С Энергия Ну Так Как Сила Давления Излучения Мала С давлением Поэтому Если Записать Уравнение Для Е Плюс Е Р Суммы Тепловой Энергии И плюс Энергии Излучения То Вот Этот Член Маленький И можно Пренебречь А Вот Этот Член Большой Ну Почему Потому Что Ку Это Величина Энергии То Температуры Помножена Тепловую Скорость А Радиационный Поток Это Величина Энергии Умножена На Скорость Света Потому Что Радиационный Поток Переносит Скорость Света Поэтому Получается Так Что Несмотря На То Что Эпсилон Мало По Среди Эпсилон Но Если Это Умножить На С А Это Новотепловое То Вот Этот Член Оказывается Существенным Действительно Оказывается Радиационный Поток Тепла Может Вносить До 15 Процентов Например Для Задач С От Кинетической Энергии Ну Это Нагрев Ну И В итоге Мы Получаем Вот Либо Вот Эта Форма Либо Вот Эта Форма Значит Котором Необходимо Нам Дальше Решать Поэтому Дальше Вот Мы Будем То есть Мы Сегодня Мы Как бы Изучили Основные Уравнения Гидро Воскотемпературной Гидродинамики То есть Получили Уравнение Непрерывности Движения Диффузии Заряда И энергии Вот Поэтому Задача Была Сегодня Получить Пять Основных Уравнений Они Получены Если Есть Вопрос Я готов Ответить Но Теперь Уже На следующей Лекции Все Спасибо На этом Заканчиваем